Здравствуйте, ребята, я сразу как бы хотел бы, ну скажем так, спозиционироваться здесь, да, потому что мне кажется, мы все братья по крови, как говорится, да, и вы дизайнеры, и я дизайнер, и все мы знаем, что жизнь дизайнера неприглядна и, скажем так, мрачна на самом деле, да, особенно в нашей стране. В наших условиях, поэтому давайте так сделаем, просто будем совершенно, скажем, демократично, да, если есть вопросы, задавайте, но ближе к концу желательно. Я попробую сегодня очень интересные штуки вам рассказать, в принципе, я так подобрал сегодня достаточно любопытную подборку, и у вас немножко другой профиль, потому что вы больше в такой, ну скажем, больше в движухе находитесь. У меня все-таки промышленный дизайн, а с промышленностью у нас тяжело в нашей стране, вот, с рекламой-то вроде как пободрее, поэтому давайте посмотрим, что тут не столько будет про дизайн, сколько про философию. Поехали. Значит, начиналось все с детства, то есть мы все когда-то были маленькими, и я в Советском Союзе рос, поэтому нас всех готовили примерно к одному и тому же. Вот, я сейчас буду просто так немножко историю. Вот эту штуку я нарисовал в 9 лет. Мне было 9 лет тогда, я был, по-моему, там в 4-м или в 5-м классе, или в 3-м. Вот, но мне отец привез оранжевую ручку тогда из Англии, а тогда никто в Англию не ездил, из Тольятти ездили люди по автомобильным салонам. Вот папа однажды поехал на автомобильный салон и привез мне оранжевую ручку. Вот это 9 лет. Я когда нарисовал, сам обалдел, потому что мне дико понравилась вся эта история. И это такой А3, вся ручка, конечно, туда ушла. Вот. Потом я поехал в Свердловский архитектурный институт, это были 90-е годы, ну, даже начало 90-х, 88-89. Нет, даже еще раньше, подождите, это 85-й год, начало перестройки, 85-й. Вот. И, конечно, все бухали, бухали жестко, и я с Бутусовым бухал там, в общем, там было жестко все. Вот. Но было интересно, потому что были Виктор Цой там, ждем перемены и так далее. То есть это было тогда очень даже эгегей. Вот. Потом я пошел в армию, тогда еще было ГДР, и мне повезло, потому что можно было распределиться или в ГДР, или в Афганистан. Вот. Ну, я бы и пошел в Афганистан, потому что я, в принципе, хотел в армию пойти, я считал, что, и считаю сейчас, что мужики должны проходить через армию. Вот. Потому что защищать свою страну нужно кому-то, да, то есть, скорее всего, это должны делать мы сами. Вот. Вторая штука такая, что тогда ГДР еще был, и я демобилизовался в 88-м, а в 89-м ГДР развалился, и свалили стену, и потом вывозили оттуда технику. Но я еще успел. Там же я начал рисовать такие смешные картинки, то есть это графика, это вот такая вот маленькая козявочка, 5-сантиметровая, вот эта вот картинка, очень тоненьким карандашиком нарисованная. Потом я начал рисовать для своих друзей всякие смешные манго-комиксы, которые шли на убой абсолютно, и я уехал богатым человеком из армии на самом деле, потому что вот такая штука стоила, если кто-то постарше, 800 марок, дойч марок, вот такая картиночка, 10 сантиметров. 800 дойч марок, это, блин, просто можно одеться сверху донизу, это круто было. Потом я нарисовал своим друзьям всякие смешные штуки, это мои друзья джазмены из Ниццы, и это для их диска какие-то всякие смешные штуки. Потом мне стало интересно порисовать ручкой без карандаша, потому что, как вы знаете, как дизайнеры, надо сначала карандашом нарисовать, потом стереть сто раз, а потом ручкой уже когда. Я решил рисовать ручкой без карандаша, и это было прикольно. Вот такие вот рисунки были. В 89-м году я написал письмо Луиджи Калани, совершенно оторванная история была, потому что никто не знал, куда писать, никакого адреса, ничего, кто-то случайно нашел адрес. Мы написали ему абсолютно обдолбанное письмо, которому было, что мы типа студенты из Сибири, у нас много кучи идей, а вы такой прекрасный дизайнер, и мы хотели бы ими обменяться, поэтому мы хотим к вам на практику все. Человек взял и ответил, окей. То есть там ситуация была такая, что мы написали обратный адрес Свердловск главпочтам до востребования, потому что, конечно же, вообще нельзя было отсылать это все дело, потому что обязательно украдут и поедут вместо нас. Поэтому, когда мы получили ответ от него, телеграмму, очень такую стрёмную на самом деле телеграмму, в первую очередь мы пошли в отдел кадров нашего института и написали большую справку о том, что Владимир и Сергей, обозначенные в телеграмме, являются действительно Владимиром Пирожковым и Сергеем Стрельцовым. И с этого все началось. Потом 6 месяцев беготни за правдой, ездили как ходоки в Москву за правдой с этими рюкзачками. 6 месяцев мы пытались выехать из страны, у нас в то время в Свердловске было 800 оборонных заводов, никто никуда не едет, конечно же. И в конце концов мы получили дипломатические паспорта и уехали в Берн. Это был 91-й год, у меня еще было много волос. И мы начали работать у Калани вместе с Сергеем Стрельцовым, он сейчас в Англии живет и очень хорошо себя чувствует. Потом я поехал учить английский язык в Лондон. Потом я поступил в очень интересную школу Art Center College of Design, это американская школа, которая находится в Швейцарии. Тогда находилась, и она находилась в городе ВВ и Монтрео, там между ВВ и Монтрео. И это было очень прикольно, потому что я понял одну вещь очень важную, мы умеем рисовать, в отличие от западных ребят. Они умеют думать, а мы умеем рисовать. Вот такая академическая, такая хорошая, гадская школа такая. То есть я в Свердловске, когда учился, у нас было сколько там, 12 человек в группе, я был шестой по качеству рисунка в городе Свердловск. Эй, вообще не кул. А потом я туда приехал, и меня даже поставили учителем академического рисунка. Это одна из лучших школ в мире. 120 тысяч долларов за год стоит. Я нашел тогда стипендию. Во-первых, я выиграл стипендию в эту школу, что было достаточно сложно, потому что было 800 человек на место. А второе, одно дело стипендия, а другое дело нужно было найти, на что жить. Швейцария, вот человек сидит с белым крестом таким, Швейцария дико дорогая страна на самом деле. И там, кроме того, что жить, надо страховку иметь, там, ну, в общем, много чего. И я нашел спонсоров. Значит, спонсором был Citroen. Я начал. Это был первый проект. Совершенно случайно получилось так, что никто не хотел заниматься бестселлером. По тем временам Ксантия это был бестселлер. И никто не хотел заниматься рестайлингом бестселлера. Ну, я не знал, что я автомобильный дизайнер тогда. Просто делал какой-то продукт, и мне сказали, вот автомобили. Я говорю, окей, автомобили. Вот. И фишка была какая. Это было интересно тогда, потому что я ничего не знал про интерьеры автомобилей. Мне сказали, вот смотри, чтобы получить поддержку от Citroen, нужно сделать что-нибудь такое, что Citroen поймет, что ты крутой. Я говорю, ну, дайте мне какой-нибудь проект. Они говорят, ну, вот есть рестайлинг интерьера Ксантии, никто не хочет его брать. Я говорю, давайте я возьму. Они говорят, бери. Мне дали 2 тонны пластилина и 5 модельщиков французских. И я уехал в Тулузу. Блин, 5 французских модельщиков. Я по-французски ни слова вообще. Жесть полная. И мне с ними как-то надо объясниться. Я говорю, мужики, поймите одну вещь. Я не умею, блин, делать интерьеры автомобиля. Они говорят, ну, что мы тут делаем тогда? Фак. Да, значит, ситуация такая. Я говорю, ребят, давайте вот что сделаем. Вы уже много интерьеров автомобиля сделали. Я вам основные линии дам и основные секции дам. А потом я вам каждому нарисую по голой девушке. А вы мне сделаете офигенный интерьер. Они говорят, дело, deal, поехали. Значит, разобрались по-французски. Я им нарисовал каждому по-девчонке. Они сделали интерьер. И он пошел в производство, что самое прикольное. И когда он пошел в производство, Citroën сказал, окей, мы будем тебя спонсировать в Швейцарии. Поэтому я вернулся в школу на первый, собственно, курс, уже получив автомобиль в производство. Это была очень крутая история. Это, собственно, Париж. Я рисовал танки. Ну, Советский Союз тогда было прикольно. Все это дело. Она на Ша есть, там все такое. Было очень весело. Потом было еще веселее, потому что была целая куча моделей. Дома у меня даже тусовались. Там Александр Маквинн. Пол Готье и так далее. Потому что русские девчонки-модельки живут в Париже очень много. А русских ребят не так много. Поэтому мы были на расхват. Это было круто. Потом вот как бы про идеи. Вот, например, была такая вот дурацкая идея. Нам было всем весело. То есть мы рисовали таких вот мышей. И вот потом эта штука перешла в руль Citroën C5, который был на тот момент бестселлером. И, собственно говоря, вот эти вот все косточки, они здесь тоже есть. Это очень прикольно, потому что вот как идеи появляются. Ну, вроде шкодная такая идея. Потом раз и реализовали. А до этого были квадратные такие кубы на самом деле. ZX такой был странный, такой очень тяжелый Citroën. И были такие очень кубические такие. AX, там еще что-то XM. Вот. Вот эта машина была веселая, потому что я тут посадил бонзай в середине. Это было очень весело. Я подумал, что у машины должна быть душа. И мы сделали вот такой автомобиль. А тогда тоже некому было заниматься мордочкой. Я сделал такую вот вещь. Как бы такой удар сердца такой. Вот. Ну, поскольку Citroën всегда был вокруг вот этой вот штуки, это изначально у Citroën это часть механизма колеса большой шестеренки, скажем так. Вот. А я немножко продолжил эти штуки, чтобы просто расширить мордочку. Оказалось, им всем дико понравилось, и они это запустили в Brand Identity. Что было очень прикольно. Вот. Теперь вот на этой машине ездит президент Франции. Вот. Потом мне показалось, что Citroën достаточно локальная компания в Европе. И мне хотелось дальше расти. Я попытался поступить на компанию Toyota. Мне получилось. Вот. И я поехал в Ниццу. Потому что европейская студия Toyota находилась в Ницце. Ее только построили. И там было семь мест дизайнерских. Со всего мира туда все писали. Я хочу, я хочу, я хочу. Вот. И я тоже хотел, и у меня получилось. Один из первых проектов это был как раз… Мы работали над маленьким Lexus. Вот как я себе его представлял. Вот как он примерно получился. Не обязательно все получается, что хочешь сделать. Вот, например, так я представлял себе RAV4. Сейчас EVOC так выглядит. Но это был 2000 год, например. Ну, спустя 10 лет EVOC что-то похожее сделал. Ну, например, там вещи были вот до такого доходило все. То есть это вообще безумие. И вот это интерьер, когда складывается. И такой, в общем, это фрикавство полное. И это было дико интересно. Вот. И, конечно же, жизнь была очень хорошая. 360 дней в году солнышко. Два Lexus. Вилла Апельсины называется. Ну, в общем, Burger King полный. Потому что, ну, тебе 28 лет, ты всего добился. Большой начальник на большой японской компании. Это начало над Lexus 350. Вот. Вот эта интересная штука была совершенно удивительная. Мы делали такой очень серьезный брейнвош для детей немецких. Вот эта машина была сделана специально, чтобы убить в немецких детях марку Volkswagen. Она планирована таким образом, чтобы с Sony PlayStation сделать Gran Turismo 4. Эту машину запустить в виртуальный мир. Она должна была там всех победить на виртуальных гонках. А после того, как она всех победит, ребенок для себя выделяет самый competitor. Самый продвинутый автомобиль. Эта штука три года была самым продвинутым автомобилем в Gran Turismo 4. Мы получили всех детей в мире. Вот так вот. Щелк. Вот. После чего, если игрушка становится вашей любимой, вы ее когда-нибудь себе реализуете. И игрушка вот тут вот находится. Вот она. То есть нам нужно было… Это был бренд Toyota против бренда Volkswagen. И работала через мозг. Так вот, самая прикольная история был вот этот шлем. На самом деле, это не просто так шлем. Это называется Mixed Reality System. Когда вы, например, каждое утро едете мимо стадиона на работу, а вот сегодня вы мимо того же стадиона приезжаете, а вместо стадиона космический корабль. Бабушка та же, переход тот же, метро тоже, а космический корабль вместо стадиона. Вау, круто, офигенно. Вот. И мы экспериментировали с мозгом человека. На самом деле, это 2004 год. Мы уже вовсю включали виртуальные объекты в нашу обычную жизнь. Но это нужно было делать через лазерную систему. Вот здесь вот лазер, который отражает в глаз на заднее, скажем, на дно глаза, в другую сторону, вверх ногами отражает, как у терминатора. Такие штучки. Очень прикольно. Это технология из истребителей. Это тоже интересная штука, как идеи начинаются. Вот это резанный бамбук. Берете бамбук, срезаете в определенном направлении, потом у вас получается интерьер, и потом у вас получается селика. Вот. Вот это тоже интересное. Вот просто, ну скажем так, лист какого-то колоса или травки. Да, вот мы сделали, по-русски называется торпеда, научно называется панель приборов. Вот эту штуку мы сделали вертикально. Когда мы ее сделали вертикально, у нас освободилось огромное количество места впереди. Поэтому вот в этой машине размером со смарт 4 человека на скорости 140 выживают. Очень хорошо. И поэтому вот эта история очень крутая, технологически очень крутая история. Вот. Вот это интересная машина. И участие в такого рода проектах ставит тебя на определенный уровень. Вот у вас там Оскары стоят в огромном количестве. То есть на самом деле у нас, например, у автомобильных дизайнеров есть свой рейтинг. Если твоя машина продается больше 3 миллионов в год, ты крутой. Вот. Вот эта штука продается 2,5 миллиона в год. Больше, чем Мерседес и BMW вместе взятые. Только этот автомобиль Corolla. Corolla это бестселлер мировой. Вот участвовать в таком проекте очень круто. Я получил второе место, не первое. Первое место получил японец. Вот. Я получил второе место, но я участвовал в этом проекте. И, собственно говоря, я делал интерьер этой машины. Мой не победил интерьер. Вот. Но то, что мы делали такое исследование, мне дико помогло именно в становлении. Потому что, если ты делаешь автомобиль, который приятен и японскому, вернее, японской какой-то девочке и огромному американскому баскетболисту, подходит функционально, и он готов за это бабло свое заплатить, это очень круто. Машина никакая, звать ее никак и выглядит она никак тоже. То есть это абсолютно такая размазанная эстетическая вещь. Но народ ее покупает, как из пулемета. Это Prius. Очень мощный, скажем так, тренд-сеттер. Такой тоже интерьер мы делали. Это Avensis, который сейчас продается. Тут я начал работать с русскими, потому что мне показалось, что на самом деле по тем временам, это был 2004 год, я начал потихоньку работать с русскими, потому что, мне кажется, у нас колоссальный потенциал здесь. Просто колоссальный. При всем том, что мы все хотим украсть и свалить, тем не менее потенциал здесь очень мощный. И особенно это хорошо видно издалека. Когда ты смотришь на слона не вблизи, а немножко назад отойдешь, это очень крутое животное. Вот поэтому, мне кажется, Россия у нас очень крутое животное, которое нужно потихонечку осваивать. Итак, я начал работать над воссозданием бренда RussoBalt. Потом мы работали с газом над перемещением большого завода из Детройта в Нижний Новгород. И делали рестайлинг Volga Cyber. А вот это был мой офис в Ницце, а вот это вид из офиса. Вот если я чуть-чуть вот сюда пройду, здесь море будет. Здесь море, море. Да-да-да, средиземное, очень красиво. Вот там горы, там хорошо, 40 минут езды, ты на сноуборде гоняешь, вен солнышко всегда. Очень круто. Герман Греф мне предложил вернуться, говорит, давай-ка возвращайся, потому что у нас в стране куча проектов. Я спросил, какие? Он говорит, ну как, есть КамАЗ, у нас есть там ВАЗ, у нас есть Сухой, у нас есть вертолет и все такое прочее. За последние годы для справки КамАЗ был продан Мерседесу, Волжский автозавод был продан Рено, Сухой был продан Финмеханике и сейчас вертолеты России продают Финмеханике тоже. Это называется, продай-ка родина называется, да, и один из продавцов, вот он. Вот, итак, поехали, значит, дальше. Я вернулся под проекты. Значит, начал работать над проектом КамАЗ. Очень интересная была работа, три старых кабины, две новых кабины. Нужно было сделать линейку. Мы сделали линейку за 2,5 недели до подписания контракта на 3 миллиона долларов. Они продали Мерседесу все. Это дело было заморожено, выброшено, инжиниринг был увезен в Германию. Следующий проект у меня был Сухой Суперджет. Очень было любопытно. Вот тут я как раз начал работать маляром. Я никогда не работал маляром и никогда не красил самолеты. Но прикол в том, что самолет, толщина краски самолета должна быть 12 микрон, не больше, потому что он раздувается в воздухе. Оказывается, там разное давление, он надувается. Эта штука очень крутая на самом деле. Нам нужно было сделать… Тут плохо видно, но вот это точками сделано. Вот такой растр из точек. И нужно было из темно-синего цвета в голубой перейти. Фишка была в том, что нам нужно было сделать 265 тысяч точек за 10 дней. Нужно было найти какую-то технологию. Это должно быть покрашено, нифига не наклейка. То есть это безумная работа совершенно. Мы там чуть не умерли в этом Комсомольске на Амуре. И там был очень интересный момент. В 3 часа ночи в субботу мы едем на старом-старом таком круглом пазике через Комсомольск на Амуре. Вот такие огромные комары, летают мимо. Водила такой, у него здесь якоря, купола, там все наколото. И такой 3 девятки шарп, оттуда Владимирский, Централ, Ветер Северный. И мы едем в 3 часа ночи, вся бригада дрыхнет. И я думаю, блин, жизнь дала трещину. По-любому. Вот по-любому, блин. Я думаю, черт, что я здесь делаю в этом, господи, забытом богом Комсомольске на Амуре, блин, где-то рядом с Японией, блин, просто полный. Да, но это было интересно, и я подумал, что это достаточно прикольно. Да, двинулись дальше. Дальше было очень интересно. Это большое исследование, то примерно, чем вы занимаетесь иногда, это большое исследование на целесообразность вертолетной промышленности вообще на будущее, на следующие 20 лет, что будет в вертолетах, где они будут продаваться, какие регионы и так далее. Таких страниц около 500. И на самом деле вы нам очень сильно помогали с этим. Я вам очень благодарен за то, что как вы нам это дело оформили. Эту штуку мы на самом деле очень хорошо продали вертолетам России, и это был супертруд. На 500 страниц вот такая толстенная книга при вашей помощи. Молодец, спасибо большое. 700? Ну вот, она лучше знает. Я продавал, она делала. Спасибо. Двинулись дальше, значит. Вот эта штука, на базе этого исследования мы сделали модель вертолета, которую также была очень интересная работа над креслами. Опять же, вот вертолет. Потом был другой вертолет. А, и потом мы начали делать тренажеры-симуляторы профессиональные. Тоже очень прикольно. В городе Жуковском есть компания, одна из трех в мире компаний, которая делает боевые тренажеры-симуляторы. Это серьезный тренажер для МС-21. Самолеты еще не существуют, тренажер уже есть. И вот интересная штука. Мы потихонечку вышли. Благодаря вот той маленькой машинке, где 4 человека размером со смарт, я пришел, значит, на РКК «Энергия» и сказал, я хочу делать интерьер вашего космического корабля нового поколения. Он говорит, да ты с дубу рухнул, ты что? Космический корабль. Я говорю, какая разница? Он говорит, ну как, какая разница? У тебя машина какая-то дурацкая, а тут космический корабль. Я говорю, минуточку. Вообще-то они производятся миллионами, они стоят нисколько по сравнению с вашим космическим кораблем. Поэтому за тот бюджет, который у вас есть на космический корабль, я вам черта лысого сделаю. Более того, есть еще второй очень важный момент. Это то, что все, кто принимал участие в строительстве этого корабля и этого корабля, они все уже давно умерли. У вас просто нету кадров. Вы не знаете, как делать компоновку и как делать эргономику. Он говорит, это ты прав. И мы сейчас работаем над космическим кораблем. Это был макет, был сделан 2 года назад. В 2011 году мы представили макет эргономический. Собственно, вот он. В этом году мы представляем уже штатный корабль. За 2 года мы построили штатный корабль с РКК «Энергия». Конечно же, там 89,9% работы РКК «Энергия» инженеров и огромное количество инженерной работы. Мы занимаемся дизайном интерьера и занимаемся эргономикой и компоновкой. В этом году, в августе 2013 года, на московском авиакосмическом салоне, мы презентуем штатный космический корабль на следующие 50 лет. На всякий случай, в двух странах в мире раз в 50 лет бывает такой проект. Ааа, круто. Ну, в общем, мне дико нравится эта история, зачетка. Вот. Я страшно горжусь, потому что на самом деле, вот, ну реально, да, если я вот такую картинку, я отослал своим тойотовским коллегам. Представляете, что там было? Да, все, да. Понимаете, это очень прикольно, потому что они говорят, да, ты ушел с тойоты, например, да, я там в какой-то момент, я ушел с тойоты, у меня были ломки, потому что, ну, всю жизнь стремился попасть туда, там, стать начальником, делать крутые вещи, жить в хорошем городе. Очень красиво все, экологически чисто и просто гегей. Вот. Но в какой-то момент нужно было переломить себя и вернуться на родину, чтобы заниматься вот такими проектами. Это очень круто, реально круто. Вот. Теперь самое прикольное. Следующий уровень, это на самом деле новые колонии на Луне и на Марсе. И мы сейчас начинаем заниматься интерьерами реальных космических станций, которые будут колониями на Луне для начала. Вот. Мы в этом году, наша маленькая компания получает сертификат Роскосмоса, и мы становимся официальными поставщиками R&D для космической промышленности. Вот, значит, да, это до кучи факел сделали для сочинских игр. Он пока тяжеловат немножко, но мы работаем над технологией, оттачиваем. Тем не менее, как бы у нас была идея, это пирожа арптицы. Это мой бывший партнер Сергей Хопров придумал как бы идею. Говорит, блин, пирожа арптицы, это зачетка. Ну, в общем, начали мы работать, и у нас получилось что-то вот такое. Вот. Теперь про наш центр. Мы находимся, вот это парк Горького в центре города, вот это вот Садовое кольцо, вот это Ленинский проспект. Это Ленинский проспект 2, самая точка такая, очень прикольная, рядом с парком Горького. И, собственно говоря, почему я с вами здесь, да, потому что мы сейчас занимаемся проектом как раз идентификации этого места. И, ну, я пока его назвал технологический спецназ, но иностранцам не нравится. Вот. Но было бы хорошо, чтобы у нас получилось что-то интересное из этого. Вот так примерно мы выглядим сейчас на данный момент. Это тысяча квадратных метров в центре Москвы, в километре от Кремля. Я считаю, просто супер зачет. Рядом с парком Горького. Иногда к нам заходят президенты. Ну, тогда он был президентом, да, но сейчас мы вот общаемся с современным президентом. Это неделю назад на Ганноверской выставке мы представляли, вот это как раз техноспецназ представляли президенту. И, собственно говоря, ну, мне не нравится название, не нравится пока идентификация этой истории, но принцип очень крутой. Это просто показать, что такое Ганновер Месы. Не сиськи голые украинские, а другое. Пять. Пять. Но у нас скоро будет больше, потому что это будет школа на самом деле, мы будем обучать там. Но у нас будет больше и преподавателей, мы иностранных преподавателей берем. Вот это вообще капец. Спасибо. Спасибо. Так. Продолжение следует... Так, вот наша маленькая команда. На самом деле у нас так приходящий, уходящий народ. Вот Володя Самойлов, Саша Матвеев. Ксюшка сейчас отошла немножко, она сейчас больше модой занимается, ушла туда. Вот эти ребята более-менее постоянные. Володя Щечкин 12 лет отработал на Дукате в Италии. И сейчас опять же на Дукате, и с китайцами очень много работает, очень толковый пацан. А вот этот парень вообще удивительный на самом деле. Ян Бейфус, ну не знаю, кто-то может знает, кто-то нет. Он из города Тында, и он писать не умеет. Он в шестом классе убежал из школы, потому что у него папы нет, а мама больная. И он начал зарабатывать деньги тем, что рисовал бампера для японских тачек, ну типа тюнинг. А потом мы его вытащили оттуда, и ему сейчас 24 или 25, он один из лучших компьютерщиков в Москве. Он писать не умеет, зато на компьютерах как бог вообще работает. Вот за 5 лет мы получили вот таких клиентов. У нас в основном компании технологические, и в основном корпорации большие. Поэтому наш главный всегда, ну скажем так, клиент, это красный директор. Это такие мужики с понятиями очень жесткими, да, и с ними достаточно тяжело работать, особенно вот в этом районе. Это все, что с пилотируемой космонавтикой, связанной с разработками в космосе. Вот это Хруничев, вот эти ребята Камовцы, Сухой, Объединенная авиационная корпорация, вот это Объединенная судостроительная корпорация. Вот эти вообще тяжелые ребята, они очень хорошие, они делают ядерные ракеты. Вот, то есть, ну в общем, да, прикольно. Вот эти прикольные тоже, вот это BBK называется, 80% всех телефонов мобильных Китая. 280 миллиардов долларов оборот в год, просто капец. В общем, интересные ребята, с ними… Я потом расскажу. Да, крылья красивые, да, в один конец причем, да. Вот. Тем не менее, это интересные клиенты, потому что все-таки, ну, они очень серьезные и очень суровые, да, то есть с ними не пошутишь нифига, у них другое совершенно чувство юмора. Вот. Я понимаю, что вы делаете, или они вообще… Не всегда, не всегда понимаю, да, потому что, ну, скажем так, мы в их глазах, ну, скажем, такие клоуны немножко. Вот. С другой стороны, когда начинаешь с ними работать и технологические решения предлагаешь, те, которые они даже не знают, но для начала они не цифровые, они аналоговые. Вот. И к ним приходит вагон документации, там сидит 200 девочек, которые эту документацию рассортировывают, да, ну и понятно, что это все под ружьем, это очень непросто, да. Ну, тем не менее, мы сейчас их на цифру переводим, вот, в данный момент. Вот. Самое главное слово, то есть сейчас мы познакомились немножко, сейчас главное слово, у нас где-то еще минут 40, посидите, я думаю, будет весело, мне хочется. Так, смотрите, какая штука, цель, да, главная история про цель. У нас сейчас есть, вот, я думаю, что у нас в стране сейчас два самых главных слова, которые мы немножко не отслеживаем. Это целеполагание, и второе слово, это конкурентоспособность. Мы очень неконкурентоспособны, вот, мы очень неэффективны, и с производительностью труда у нас большие проблемы. Мы очень много работаем, но выхлоп очень маленький. Вот, это первое. Вторая фишка, это целеполагание, мы не знаем, куда мы стремимся. Если я вас спрошу, что такое Россия через 30 лет, давайте подумаем, давайте будем интерактивными. Что такое Россия через 30 лет, вот так вот, как страна на глобусе? Чехия сейчас, но не знаю, вряд ли, мы больше все-таки по размеру. Большая фишка. Да, 18 тысяч Чехии, да, наверное. Не знаю, не факт. 30 лет назад, если отчитать, сейчас мы посмотрим, кстати, да. Это срок, да. Я вам сейчас покажу интересные штуки из прошлого, вообще капец, какие крутые. Вот. Какая у нас цель и кто мы, очень сложно сейчас сказать, потому что мы очень сильно зависим от нефти, да, и, собственно говоря, если сейчас грохнется цена на нефть, будет очень весело здесь. Вот эти все прекрасные ауди, они станут сразу в тыкву превратятся. Поэтому это прикольно, да. Так вот, я, когда только приехал сюда, я начал для себя выстраивать как бы философский ряд, зачем вообще все происходит и какова цель. Для этого нужно было разобраться, что такое модернизация, что такое инновация. Очень модное слово инновация, тем не менее, нужно разобраться. Итак, модернизация – это рост сложности во времени. То есть мы усложняем процессы или объекты во времени. Вот, например, я был маленький, я очень хотел иметь такой ножик, было очень круто. Даже можно первую бутылку портвишка открыть, три семеры. А потом мне дают такой ножик, и я думаю, о, круто, это модернизация предыдущего ножа. Да, офигенная модернизация, но я начинаю задумываться. Тут уже начинаются вопросы у меня, что это такое. Я только что денег заплатил за него, да, то есть, а мне такой бамс, крючок какой-то дают. Не понял. Тут я вообще не понял, да, то есть, как бы, это модернизация во времени, еще лучше нож, да, то есть, еще больше денег стоит, суперкрутая фишка, но возникает вопрос, что вот это такое. А вы денег за него заплатили, да, то есть, как бы, за это лезвие. И вот, ну, скажите, что это такое? Нет. Нет, ни пила, ни линейка, нет. Вот у меня вопрос тоже, да. Нет, не мерить. Это рыбу чистить. Кто бы мог подумать, да, то есть, как бы, это чистка рыбы, да. Если что, померить. Ну, вообще-то это, да, если… Да, 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 но, тем не менее, это чистка рыбы. И вот, когда она доходит вот до такого абсурда, да, то ты говоришь, ну, вау, это уже, наверное, немножко не нож, да. Да, если мы сейчас его сложим и попробуем порезать колбасу, то как вот вы себе представляете, да, вот я его сложил, да, наверное, двумя руками, а третий, значит, держать колбасу, да, и вот так вот резать. Вот, ну, просто я представил себе ситуацию, да, наверное, это абсурд. И так же у нас происходит и с образованием, так же у нас происходит там и с разными процессами в жизни. Чем сложнее становится процесс или объект, тем менее он эффективен. Вот это вот очень важная штука, как отследить оптимальную сложность объекта, да, какой нож оптимальный, например, или какой процесс оптимальный, до какого уровня вы можете модернизировать что-то. Вопрос хороший. Тот, кто думает, что он модернизирует к лучшему, может ошибаться, да, и мы уходим в регресс, думая, что мы улучшаем вещи. Поэтому, например, для ножа я попробовал определить контрольный параметр, ну, если он в руку помещается, значит, это еще нож, наверное. А если, например, он не помещается, может, уже радиоприемник. Вот, например, А-380, самолет, 700 километров проводов на борту. Это как от Москвы до Санкт-Петербурга. На борту одного самолета. Это дико сложный объект. Вот поворот направо. Вот, например, современный город, да. Ну, мы так это просто каждый день живем и думаем, что, ну, как бы не замечаешь. Вот это, например, какой-то ресторан, который пытается тебя пригласить в ресторан. Да, ну, как вот это увидеть, да, это в Токио, реально, идешь по улице, тут огромное количество японцев перед тобой, ты боишься, чтобы никого не избить, а тебе там ресторан, я ресторан, иди ко мне, да. Думаешь, блин, вау, круто. А где ты живешь в Нью-Йорке? Вот здесь. Да, то есть как. Ну, вау, я уже начинаю волноваться, да. Вот это, например, перекресток в Токио. Это реальная вещь, никакой не монтаж. Сейчас я воды пойду попью-ка. Светофоры. Светофоры, да, сейчас зеленый. А воды можно? Вот люди пошли погулять, да. Ну, просто понятно, что у нас, например, такого нет, но у них такое есть. Япония – это, да-да-да, метро в Москве, да. И вот смотрите, ситуация какая. В Японии сейчас население ровно столько же, сколько в России, только на территории Самарской области. Вот они вот так вот себе живут, да. И я недавно видел там стиральную машину, вот реально размером с пакет молока. Такая стиральная машина, Panasonic, все по-честному написано. Стиральная машина, открываешь дверку, я думал, игрушечная, нифига, носки стирать. Двой носок она хавает, а потом больше нет. Ну, полотенце уже неренка. Меньше. Машины меньше. Это, знаете, вот представьте себе Xerox, да. Берете BMW, вставляете в Xerox, ставите 90%. В Чечень выезжает BMW, поменьше руль, поменьше седло, все-все-все поменьше. Это японская машина, очень прикольно. На ширину. Да. Вот это Москва. И мы знаем эту историю прекрасно, да. То есть, вот это вот Ленинский проспект 17, это напротив текстильного института. Вот это вот утром жена вам говорит, поехали в Ашан. В субботу. Прикинь, да день пропал. Ты с парнями хотел пивка попить, блин. Ну, нет, не пойдет, потому что тебе нужно приехать вот сюда. Ну, сначала надо доехать по Ленинградке до Ашана, для начала, да. Потом нужно запарковаться, найти свою сумочку вон ту, а потом выбрать йогурт какой-то, да. И ты с этим йогуртом обратно приезжаешь домой, ставишь это все в холодильник, думаешь, блин, день прошел, круто, зацени. Вот. А вот это вот, например, в Азии. А у них нельзя закапывать провода в землю, потому что у них сейсмическая активность, да. Соответственно, чтобы не порвало провода, они вешают их вот так вот. Вот у них электричество. Вот это Япония, например, да. А вот это наш ЖКХ, например, да. То есть, в принципе, у нас 89% износа ЖКХ на всякий случай, да. То есть, как бы, это круто. Вот, поэтому жизнь становится все сложнее. Вам говорят про падение голубых фишек на 0,3%. Я думаю, ну, нафига мне знать про голубые фишки. Я даже не знаю, что это такое. А бабушки это хавают, представляете. Вот. Поэтому я для себя, как бы, вот сформировал вот такую штуку, но его нафиг, да. То есть, как бы, застрелиться и не жить. Поэтому есть выход из этой штуки, да. И он достаточно, ну, скажем, такой шкодный. Это инновация. Можно обойти по-разному эти истории, да. То есть, как бы, стенку. Я для себя такую штуку сделал. Если, например, оптимальную сложность уметь отследить и быть красавчиком таким, что ты умеешь отслеживать оптимальную сложность того, чем ты занимаешься, чтобы не уйти в регресс, надо перейти на другой физический или механический уровень и развивать уже другой механический уровень. Потом опять перескакивать и опять уходить сюда. Как это сделать? Вот, например, швейная машинка. Спасибо большое. Вот. Швейная машинка Зингера. Первая. Смесь между жестовским подносом, водяной колонкой и еще чем-то, да. То есть, такая прикольная штука. Вот. Если ее модернизировать, то получится вон что. Если я вас спрошу, например, у кого у бабушки такая штука есть, то поднимите руки, правда, вот. У кого есть такая машина? Вот ползала. У меня тоже такая есть, да. Но только на ножном ходу вещь. Вот. Она работает на колбасе и на хлебе, эта штука. А вот эта работает на электричестве, это уже тумач, на мой взгляд, да. Потому что, ну да, хорошо, ты быстрее прошьешь что-то, но эффективность будет на 10% выше, чем у той машинки. Но если я, например, скажу, что вот эта вещь у кого есть? Это робот уже. Он там даунлоудит из космоса бурдомоду вам, делает выкройки, греет стул, музыку играет, черта лысого делает, но только никому он не нужен, потому что мы покупаем сейчас все в магазине, и смысла в этом нет. Вот. Поэтому, когда выключается свет, и завтра нету света и горячей воды, то все возвращаются к этой машинке, вытаскивают ее из-под пола, значит, она такая вся смазанная, клевая. Бабушка говорит, эх, и тоненькие шторочки, и дедушкину шинельку можно подстрочить, да. А у дедушки где-то закопан пулемет нормальный, механический такой, да, никакой не лазерный, потому что вещь, да, потому что оптимальная сложность в Калашникове, а не в каком-то там лазерном бластере. Итак, мы, значит, из лазерных бластеров идем дальше. И что есть инновация? Эта инновация, это переход из одного физического принципа в другой. И если я, например, покрою наперсток нано-покрытием каким-то, да, и сделаю у него подушечку мягкую внутри, и еще буду обогревать эту подушечку, то, скорее всего, он сделает на 5% больше стежков в день. А машинка сделает под миллион. Поэтому, на мой взгляд, да, такой, скажем, субъективный, вот оптимальный наперсток, вот здесь наперсток с нано-покрытием, вот здесь какая-нибудь палочка, которой мы толкали иголку, или вот тот крючок, который на ноже есть. А вот тут переход на базовую машинку, вот это идеальная машинка, а вот это уже регрессирующая такая машинка, которая превратится в тыкву очень скоро. А что будет здесь? Тест. Клей. Близко. Тепло. Нет, ткацкий станок, вот он. Еще. Вы же дизайнеры, блин. Специальная ткань, близко, тепло, но не так. Принтер, правильно. Принтер клеем. Да, то есть, вот смотрите, у меня, например, ну, сегодня вот свитер, обычно какой-нибудь там пиджак, да, у которого есть шов вот здесь. Если взять автомобиль современный, он тоже со швами весь. То есть его сваривали так же, как мы делаем пиджак. Это старая, ну, как бы, та система производства, которую мы знаем. А вот если мы начнем печатать вот здесь одежду без швов, а на спине будет телек, а вот здесь будут часы, а вот здесь будет измеритель давления, впечатанный уже сразу, да, под наш размер. Например, ты заходишь утром, сосканировался, пока ты завтракаешь, тебе напечатали платье какое-нибудь или еще что-нибудь. Очень прикольно. Если я вот сейчас вот перенесу эту историю на автомобили, например, сегодня утром я, значит, напечатал себе Феррари, погонял на нем, потом закатил в гараж, бум, в этот, в ресайклинг такой, значит, и он тебе печатает к утру, например, фургон. Вот у вас есть тонна силикона от Тойоты, например, да, или тонна силикона БМВ и принтер. То есть вы можете печатать, что хотите. Вы сейчас скажете, мечта, нифига. Я только что был в MIT, в Massachusetts Institute of Technology, они сейчас печатают часы. Вот часы. Вот эти часы собираются там из всяких шурупов и шестеренок, очень много всяких шестеренок там внутри. А мужик просто засунул в принтер это дело, напечатал часы, сдул, они пошли. Да, да, да. Поэтому, да, да, да. И сейчас уже напечатали почку и напечатали сердце. Вот так это интересно. Поэтому как бы вот эта штука очень интересна. Это называется индустрия 4.0, о чем сейчас немцы все говорят. Им очень важно сейчас перейти в этот момент. Итак, 100 лет прогресса и 20% эффективности. Вот инновация. А вот это модернизация. Опять 100 лет прогресса и 20% эффективности. Итак, я попробовал для себя сделать небольшую формулу. Вот это тоже интересное упражнение. Мы все передвигаемся по воде, но по-разному. Вот это электрическая вещь, вот это на пару, а вот это на ветре. Ровно 100 лет между ними. Ровно 100 лет. И вопрос. Что здесь? 2112 год. Термоядерный уже есть. У нас есть ядерный флот. Телепортация? Не, поводи, а мы передвигаемся. А это упражнение, это прикольно. Я не знаю, что, но мне интересно. Если я назад могу разложить, то я и вперед могу разложить. Я не знаю пока. Подожди, я же интересуюсь. У меня сейчас идет, у меня брейнсторм идет сейчас одновременно. Смотри, какая вещь произошла. В 1912 году Шанель поменяла вот эту всю историю на какие-то там маленькие черные платья. Сейчас у нас вон что есть. Я бы хотел знать, что будет дальше. Напечатанное что-то, да? Прикольно. Точно, точно. Сейчас людей будет печатать. Вот что прикольно. Да, вот история тоже хорошая. Мне тоже очень нравится. Вот здесь что будет? Ну курить-то все равно люди будут как-то. Самовоспламеняющее что-нибудь. Возможно, да. И как бы об этом сейчас все идут, разговаривают. Особенно Филипп Моррис хочет знать. Вот эта штука очень интересная. Мне вот эта дико нравится история. А уж что здесь будет? Мне сейчас говорят сетчатка глаза, например. Я говорю, ну подождите, вот это было про вес. Сколько у тебя есть золота? Килограмм или 2, или 100, например. А здесь почему-то тебе говорят сетчатка глаза. Минуточку, а где мое золото? Да, то есть, оказывается, раньше было про вес, а сейчас про честность. Вот это прикольно. Я не знаю, изменения такие. То есть, как бы здесь идентификация идет. Телефон уже есть. Телефон уже есть. Я думаю, это что-то другое будет. Или там отпечаток пальца, или сетчатка, может быть, там дунуть там, да. Может быть, тебя будут сканировать, не знаю. Но во всяком случае, это идентификация. Это не про разговор, про сколько у тебя денег, а разговор, что ты честно их имеешь, а не кто-то другой за тебя. То есть, нас так долго на него были, что вот здесь уже вопрос идет интересный. Вот, да. Вот это у меня, значит, вопрос стоит такой. Что там выйдет? Я автомобилист, да, я транспортник. У меня четкое совершенно понимание. Вот здесь был Наполеон, вот здесь были вот эти вот вещи, появились только-только. А вот здесь что? Вы… Что? Как? Нет, нормально, все. С развитием очень круто все происходит. То, чем мы сейчас занимаемся, но не только мы, да, то есть, как бы это вообще сейчас тренд такой. Да, объясню почему. Это позже. Итак, будущее. Вот вы тоже, как дизайнеры, давайте вместе подумаем таким образом. Сначала нужно рассказать, вот вы сейчас мне рассказываете, будет принтер, например, да. Вы сказали слово принтер. А какой-нибудь парень должен нарисовать этот принтер или чертеж его, как он будет принтить. А какой-то парень должен собрать и сделать это дело. Поэтому сначала вербализация идет идеи, потом визуализация идеи, то, чем вы занимаетесь, чем я занимаюсь. А потом реализация, это уже инжиниринг. Вот, например, Жюль Верн написал «20 тысяч лье под водой» с наутилусом, да. Соответственно, через 4 года Альфонс Деневиль сделал иллюстрации этого наутилуса, а через 27 лет похожую вещь сделал первая подводная лодка USS Holland. Причем рубка, обратите внимание, тоже очень похожа на самом деле. Но мне дико понравилась эта картинка, потому что это очень хорошо иллюстрирует, как это визуализировать будущее. Так вот, 50-й год, техника молодежи. Журнал такой был, кто постарше помнит эту вещь. Я дико ее любил и собирал, у меня до сих пор большая коллекция этих журналов. 50-й год, 7 лет до первого спутника. На всякий случай для молодежи в журнале выходит вот такая иллюстрация. У меня бы мозг съехал. 5 лет после войны, Сталинград в руинах. Бабах! Представляете? И я говорю, что космос? Кто был в армии? Поднимите руку, кто был в армии. Да, вот половина ребят была в армии. Знаете, как это делается? Зубной щеткой, правильно. Да-да-да, это на дебельских альбомах все делают зубной щеткой, такой аэрограф, значит. Вот тоже человек сделал зубной щеткой звезды, да. Казалось бы, но с другой стороны, это целеполагание. Ну, скажем так, Советский Союз, Советское правительство или Советская пропаганда говорит молодым людям, ребята, вон что. Не Дом-2 после заката, минуточку. А вон что. Бабах! У меня съезжает крыша. Я молодой человек, мне 17 лет. Я определяю жизнь, я говорю, я буду космонавтом по-любому. Это так круто. Вот. Вот 51-й год. Промышленные ветрогенераторы. То, чем сейчас Германия и Голландия гордятся. Это визуализация будущего. А вот это вот, например, 55-й год, два года до полета спутника первого. Еще в космос никто никуда не летит. Но мы уже стоим в аквариуме, и у нас вот здесь вон что, ленточка такая, чтобы пот тек, чтобы ты аквариум не почешешь. Соответственно, эта история реально круто, мне нравится. Еще с красной кнопкой такой Е возле Луны. Ну, это круто, понимаете? Это зачет, это целеполагание. А вот это вот, например, сканирование мозга. То есть, 56-й. А вот это нанотехнологии на всякий случай. Несуществующие материалы. 58-й год. То есть, то, что сейчас. Эй, новая нанотехнология. До свидания, ребята. Это все уже было. Вот это вот визуализация будущего. Говорят, мы сделаем самое высокое в мире здание. 508 метров в высоту и 3 метра фундамента. Да ладно, не может быть. Это инновация. Такого не бывает. Вы психи ненормальные. 59-й год. В 63-м ее построили. Вот это моя любимая. Это вообще я люблю очень. Автомобиль над дорогой, врач на расстоянии. Бабах. Я вам говорю. Я вам сейчас показал. Конь, автомобиль. Вот. Вот. Инновация. Вот это круто. Визуализация будущего. Поехали. А теперь 20 лет. Вот вы говорите, 30 лет не срок. 20 лет. Всего 20 лет. Я беру 50-е и 70-е. Бабах. Инновация. 49-й год. Чтобы доставить эту инновацию по адресу, на Байконур приехал паровоз. Несколько вагонов. Две роты солдата и экскаватор. Начали копать яму. И за год построили космодром. Значит, вот это единственный проект космодрома. Не было чертежей даже, ребята. Вот это вот из музея Байконура. Бармин, такой товарищ Бармин был, сказал, я знаю, как запустить ракету нафиг. Ему сказали, ну и строй тогда. Вот тебе, блин, две роты солдата и экскаватор. И поехали. Вот. Парень за год построил космодром. Вот этот стол на Байконуре до сих пор работает. Союза с него летает. Это первый стол запуска космических кораблей. До сих пор работает. За год построили. Сейчас, чтобы только бумаги согласовать для космодрома восточный, нужно пять лет. Через год после строительства космодрома улетает спутник. Бабах! Советы запустили искусственный объект в космос. И вот тут у пацанов, которые посмотрели технику молодежи, говорят, блин, так это же реально. Мама, помогите, я хочу быть космонавтом. Потом балдеют медведи, значит, потому что приходят с атомной бомбой, пароход с атомной бомбой на борту. Очень круто. Вот. И эта штука на самом деле тоже взорвала мозг у медведей. Сейчас, секунду. Вот. Адронный коллайдер, 57-й год. Мы строим его в городе Дубна под Москвой. Настоящий адронный коллайдер. Сейчас во Франции и Швейцарии пытаются там его запустить, он не работает. Эй, вот это круто. Мне еще очень, ну, так себе работает, постоянно ломается. Ну, наверное, этот тоже ломался. Этот тоже ломался, на самом деле, я думаю. Но мне вот еще нравятся телевизоры 51 по диагонали в 57-м году. Тоже прикольная штука. Вот это ядерный самолет. Мы так и не научились делать двигатели, на которых мы могли долететь до Америки. Но у нас был ядерный проект, поэтому мы сделали нанореактор в 61-м году. Офигеть. Правда, пилоты быстро дохли. Но кого, кто считает? Поэтому эта штука могла летать вокруг земного шара, пока подшипники не сотрутся. Берешь несколько экипажей на борт и вперед. Вот это круто. И вот эта штука была построена, 6 штук, они летали в свое время. Атомный самолет. Вот это нанореактор, 2 метра на 2 метра. Вещь. Мы строим Сталинград. Летит человек в космос. Представляете, человек в космос в это время летит. Вау. Реализовалась мечта, которую я видел в технике молодежи в 50-м каком-то там году. Экранопланы, которые сейчас лежат где-то там на московском водохранилище возле агентства Майлбери. Там рядом валяется такой экраноплан заваленный. Вот это очень крутая история. Вот это вот самолеты, которые маневрировали в космосе. Это вообще крутая вещь, которую американцы сделали всего 2 года назад. У них приземлился X-37, называется аппарат. 2 года назад, в 62-м году мы уже эти вещи делали. Вот это, например, ремоут контрол на 400 тысяч километров без компьютеров. То есть я вот сейчас управляю, кто-то управлял луноходом на расстоянии 400 тысяч километров, компьютеров не было. Как это было сделано? Полная инновация. Вот эта вещь вообще удивительная совершенно. Вот это вот космический челнок, который улетел туда, а потом вернулся с точностью до 1 метра без пилотов. Компьютеры были такие 001, 1100, 001, вот такие вот штуки были. Вот он вернулся без пилотов с точностью до 1 метра. Как это они сделали, наши деды? Это так круто, но еще круче вот эта хрень. Мы сейчас такие строить больше не можем, потому что развалилась страна. Все сказали, мы пойдем своим путем, первое. А второе, все сказали, у нас стабильное развитие. Но какие были офисы и какие были решения? То есть вот это на всякий случай офис Королева на Байконуре. Один телефон, одна лампа и одноместная кроватка. Решение бабах. Офис вот такой. А сейчас у нас наоборот все. У меня есть мигалка, я крутой. У меня понятия есть. То есть я по статусу круче всех и что? Руководитель государства едет в город Пикалево разруливать цементный завод. Отобрать у олигарха ручку. У всех на виду. Зачем? На мой взгляд это мелко. И более того, такой уровень прапорщика. Решить вопрос по заводу цементному, ну блин. У нас есть вызовы, которые, это вот прям совсем жесткая история. Вот это наша демография, демографическая карта. Вот это вот годы. Это 2006. Вот это 148 миллионов. Вот здесь 143. И вот с 92 по 2006 падение рождаемости вообще, скажем так, населения. 57% пенсионеров. В восток заезжают товарищи. Запад товарищи уезжают. Как только ты становишься конкурентоспособным, ты понимаешь, что бабло вот оно. Я поехал в Швейцарию, в Австрию, в Германию, в Америку. Офигенно, круто. Я там себе устраиваюсь. И я уезжаю тоже в Ниццу. Получаю два Lexus. Вид на море, блин. Вилла апельсины, блин. Все, зашибись. Вот. Все, конечно, хотят жить здесь. Никто жить здесь не хочет. Поэтому у нас вопросы стоят. Вот, например, 2010 год. Вы все прекрасно помните, что здесь творилось. И мы думаем, что мы офигенно устроились, и что у нас большая страна, и ветром все раздует. На самом деле не раздует. Это экология, очень серьезный вопрос. Вот это моя любимая карта. Это все дороги, которые мы построили в нашей стране. Шутки шутками, а это реальная проблема, да, потому что мы одна из, ну, на самом деле, одна страна в мире, которая не связала себя дорогой из одного конца в другой. Вот. Вот здесь вот, вот здесь вот пунктиром. Чита-Хабаровск. Недавно там желтая лада проезжала с Путиным. Ну, к желтой ладе подготовились. Но дальше, не знаю, да, надо ухаживать за этой дорогой. Это не так просто. Это... А? Ну, много машин купили желтого цвета после этого. Нормально. А Комсомольск-на-Амуре, на всякий случай, вот здесь. Вот где мы сухое делали. Вот. Но это просто о том, что мы не контролируем большую часть нашей страны. А вот это вот Чита-Хабаровск до желтой лады. Это стратегическая трасса Чита-Хабаровск. Вот это вот Ленинский проспект. А вот это прекрасные наши нравы. Я в Екатеринбурге сфотографировал. Вот кто рекламой занимается, вот это вообще под зачет. Круто же. Вот эту собачку я сфотографировал на Большой Грузинской в кафе Карес. В душу заглядывает. Я просто о том, что у нас в ценности сейчас. Да, какие у нас ценности. Вот это мне очень нравится. Вообще офигенная тема, да? Японская такая. Ладно. А вот это вот к чему мы готовим наших детей. То есть по большому счету сейчас, если открыть Комсомольскую правду, открываешь в пятницу, там программа передач на следующую неделю. И выписываешь все сериалы про ментов. Я выписал за одну неделю. 26 сериалов про ментов в неделю. Ни одного про учителей. Там немножко про докторов есть, но они какие-то лоховые эти доктора. Про сельскохозяйственных работников ничего нет. То есть мы кого готовим? Мы готовим вон что, настоящее. Закон и порядок. Вот это вот день милиции. Вот это вот любовь после заката. И по большому счету, я вот так вот сейчас думаю, ну хорошо, вот наше будущее. Это нифига не космические корабли, и нифига не ветрогенераторы, и нифига не сканирование мозга. Есть еще вот что. Это вот самые коррупционные страны в мире. А вот распространение коррупции у нас. То есть вот здесь никто не живет просто. Кавказ у нас жжет. Смотрите что, эй. Да. Вот это мне очень нравится штука. Когда-то мы умели летать, мы просто про это забыли, но мы вспомним, мы обязательно вспомним. Вот народ хавает. People have it. Вот там вот идет дом 2 после заката, а этот парень смотрит на самолетик. Ну, я бы хотел верить, что я вот к этим ребятам отношусь. Хотя тоже, наверное, поросенок по-своему. Поэтому есть второе слово – конкурентоспособность. Насколько мы конкурентоспособны? Как вы думаете, вот это конкурентоспособная тема или нет? Вообще убойная тема. Когда я учился в институте, мне на цветоведении сказали, никогда, никогда, никогда в жизни не смешивай красный с зеленым. Просто никогда. Потому что вырви глаз, вот в этом месте режет просто. Зоооо. Такая черная полоса вообще. А это электрическая тема, совершенно электрическая. И представьте себе вот этот плакат. Я вот потом поставлю сюда плакат до 20-х годов, которые были такие прекрасные, такие все. С дамами, там, в пушистых юбках и так далее. Вот это очень прикольная тема, потому что она дико конкурентоспособная. В 20-е годы мы были очень конкурентоспособной страной. В 32-м году мы импортировали со всего мира 67% всех станков, производимых в мире. 67% всех станков мы тащили к себе в страну, и у нас была индустриализация. Топили людьми. Согласен. Плохо. Надо учиться, наверное, этому. Но тем не менее, на этих ошибках надо учиться. Но мы тогда подняли страну очень круто. Вот сейчас есть конкурентоспособные продукты на мировом рынке. То есть мы понимаем, прекрасно знаем, что это такое. Мы можем это идентифицировать. А вот это то, что русское продается. То есть вот это продается и, в принципе, достаточно конкурентоспособно. А вот прекрасная таблица, которая мне дико нравится. Это к разговору о стабильном развитии. Желтый и Мэй за последние 10 лет стабильного развития. Это абсолютно никакой не секрет. Это просто вы берете и снимаете данные по ВВП каждой страны за последние 10 лет. Вот где был Китай, вот где Китай будет. Вот где были мы, вот где мы будем. Ну, обогнали Англию немножко. Островок. Это не круто, нифига не кул. И насколько мы конкурентоспособны, вопрос хороший. Почему? Потому что в Штатах 15 триллионов ВВП, столько же, кстати, государственного долга, и 400 миллиардов в год тратится на R&D, Research and Development, по-русски не окр. У нас 20. Значит, следующий год будет у них 800, а у нас будет 40. Значит, следующий год у них будет триллион 200 миллиардов, а у нас будет 60 миллиардов. Круто. Ноу-мани, на мой взгляд, ноу-хани. Да, это как бы такая хорошая американская пословица, когда ноу-мани, ноу-хани. Поэтому с нашей огромной территорией и с такими деньгами еще не факт, что они доходят до R&D. Мы же воруем все. Поэтому ситуация очень сложная. Вот Япония. Это Самарская область с нашим населением. Ну так, круто. Поэтому очень интересно знать, как нам вообще бороться с этой историей. Мы в догонялке вряд ли мы сыграем. Потому что эти ребята упиливают вот с такой скоростью. Мы с догонялки с ними не сыграем. Поэтому нужны инновации. Поэтому я вернулся в страну нашу, чтобы заниматься инновационными вещами, а не прогрессом и не делать еще одну Toyota Corolla, которая офигенно продается и не повышать ВВП Японии. Итак, инновации. Не устали еще? Нормально? Я для себя решил сделать такую маленькую карту. Какие проекты можно вообще делать? Давайте попробуем себе сами проекты напридумывать. Я попробовал сделать вот такую вещь. Территория, ресурсы, безопасность, человек, культура. Я просто взял пять таких направлений. И у каждого направления сделал такое освоение территории, транспорт, логистика, ресурсы, земля, вода, энергетика, безопасность, оборона, еда, информация, человек, демография, здоровье, жилье. Это достаточно свободная такая штука. Каждый может себе написать, какую хочет. Территория. Вот целина, которую мы никак не можем освоить. Вот это наблюдение за территорией, мы можем ее осваивать из космоса, например. Вот это транспорт. Вот это великий шелковый путь, который никогда не кончится. А вот это северный морской путь, который тает со страшной скоростью и скоро будет офигенно актуальным. Я как транспортник вам скажу, что вот эти вещи две, это наше будущее по-любому. Вот логистика, мы слабенькие пока в логистике, но можно поработать. Вот это прекрасная история про у нас колоссальный совершенно ресурс под названием земля. Вот желтеньким показаны пахотные земли, которые в мире существуют вообще. Вот на этих землях можно растить что-нибудь. Например, зерно, рис или хлеб. Вот это вот пахотные земли, которые у нас есть в стране. Вот они, видите, мы имеем 30% всех пахотных земель в мире. Представляете, какой хавчик крутой? Почему немцы-то сюда поперлись в свое время? Вот за этим они поперлись. Вот это очень крутая история. Теперь вода. 30% всех водных ресурсов питьевой воды у нас на территории. Живем мы вот здесь. Здесь никто не живет. Вот здесь Опь, Енисей, Лена, Иртыш, Амур и так далее. И Байкал, который 700 километров в длину, 50 километров в ширину и 2 километра в глубину чистой дистиллированной, сука, воды. Кока-кола бы продала душу за такой ресурс. Поэтому вот эта штука на самом деле 300 километров от Китая. Это один день марш-бросок. Эгегей. Вот это тема следующей войны. А вот эта история, это газ и нефть, вид сверху. Где-то тут Россия у нас есть. Вот она, по-моему. Вот здесь Гренландия, Америка и так далее. То есть у нас немерено, немерено всего. Нас только нету. Все есть, а нас нету. Вот так, это я для себя написал, что у нас нужно по обороне работать много. Вот это история про пахотные земли. Мы можем кормить мир на самом деле. А вот эта история в Америке сейчас самая острая. Вообще самая острая. Кто-то недавно залез на сайт Мишель Обамы и вынес там полностью всю ее личную жизнь. И они сейчас не знают, что с этим делать. Потому что хакеры просто по полной программе хавают вообще все. И это наше будущее. Очень прикольно. Можно здесь поработать. Вот демография. Ну это мы уже понимаем, что здесь. Здоровье. У нас целая куча историй есть, как можно поработать на здоровье. Вот это следующий мой проект. Это называется самодостаточное домохозяйство или автономный дом. А если еще так повнимательнее к этому, это гном человека. Было бы здорово напечатать человека. Это прикольная история. А если по космическим меркам взять, то я бы, например, не хотел бы лететь на Марс сам под своей тушкой, со своими болезнями. А было бы здорово меня сосканировать насквозь, отправить туда 10 килограммов углеводов, белков и жиров. И там меня напечатать, например. Того человека с запрограммированным нелюбовью к гравитации, например. Знаете, почему мы не можем родить в космосе? Это сейчас мы с космонавтами работаем. У нас главная проблема сейчас, мы не можем родить в космосе. Потому что мыши, которые рожают в космосе, умирают через 2,5 часа. Маленькие мышата не могут встать. Опереться не могут. И они думают, блядь, где же там нафиг земля? А земли нету. И у них едет мозг. И вот у нас проблема, мы не можем родить в космосе, потому что человек запрограммирован на гравитацию. И как это сделать? Как вынуть ген гравитации, например, чтобы жить в космосе и иметь там дом? Вот это прикольная история. Это к разговору о дизайне, да? Дизайн человека. Круто! У меня центрифуга дома есть, Бош называется. Тогда кошку, оба! И там двух котов, да? Ну это шутки шутками, а вообще прикольно на самом деле. А если мы можем, например, с собой взять дом, перенести его сами. Я хочу жить на Енисеи в экологически чистом районе. Я не хочу жить в Москве, например. Я был недавно на Енисеи, там есть такой форум береза для молодежи. Кроме вот таких огромных комаров, все идеально. Остальное все просто круто, реально круто. Березки офигенные, березовый сок офигенный. Вот. И если я смогу перенести свой домик вместе с собой, то я могу жить где хочу, а это другой уровень свободы. Вот. Культура. Очень интересная штука. Мы одно из редких государств, которые совмещают себе и всякие религии, пока еще совмещают. Идеология, она везде одинаковая. Что здесь, что здесь, она одинаковая. Вот у нас была в свое время идеология, достаточно четкая. Были символы идеологические. Ну и в принципе хорошо работало. И мне очень интересно знать, кем эти девочки станут. Если я сейчас, например, в 90-е годы, если бы я девочек спросил, кем вы хотите стать. Вот вы здесь сидите, вы в 90-е годы были маленькими девочками. Кем вы хотели стать? Только честно. Тогда был опрос. Во времена Ельцина девчонки хотели стать проститутками, а ребята бандитами. Это было вообще зачетно и круто. Да. А сейчас, знаете, какая интересная штука? У меня были девятиклассники недавно, вот в том месте, где мы сейчас в Миссисе находимся. Ко мне привели девятиклассников, сказали, вот что-нибудь с ними тут поговори. Я говорю, ребят, кем вы хотите стать? Они чиновниками. Я говорю, вау, круто. А что вы хотите стать чиновниками? Ну как богатые. Я говорю, а сколько он получает там 30 тысяч рублей? Какой он нафиг богатый? Ну мы же понимаем, девятиклассники. Я говорю, что вы понимаете? Они говорят, ну как, воровать. Нормально, знаешь, думаем, воровать. Я говорю, подождите, ну вас же поймают. Вон, смотрите, сколько ментов. Они говорят, нет, это дураков ловят, а мы-то не дураки. И я говорю, ну круто. А девочки, женами чиновников? Я говорю, то есть дорогими проститутками? Ну да. Нормально. Я говорю, опа, девятый класс, зачет. Круто, кого мы готовим? Я хотел бы стать космонавтом, может быть я дурак какой-то, но я хотел космонавтом стать в свое время. Они хотят, вот эти девчонки, кем они хотят стать? Я не знаю. Вот смотрят в космос пока. Ну не знаю, я не агитирую никого. У всех свои дела. Поэтому я для себя взял вот такие вот штуки. Я просто взял вот из этой вот таблицы, которую я сам для себя нарисовал, написал вот такие вот вещи. Освоение, транспорт, оборона и жилье. Ну предположим, я могу этим заниматься. Поэтому я решил заняться вот такой штукой, как я транспортник, автомобилистроитель. Я подумал, что А, КамАЗ продали Мерседесу, Рено купило Волжский автозавод, поэтому у меня автомобильной промышленности в России не осталось. И все инженеры уехали туда. Ну а вообще-то просто пошли семечками торговать или жвачкой, потому что на самом деле их услуги больше не нужны. Вот, мне предложили, сказали, давай-ка пойди к главным дизайнерам ВАЗа. Я говорю, чтобы делать что? Они говорят, ну как, вот Рено заходит. Я говорю, чтобы делать что? Они говорят, ну как, Логан. Я говорю, Рено Логан? Они говорят, да. Я говорю, то есть нужно снять бампер у Рено Логан, изменить бампер, поставить бампер на Рено Логан с названием Лада. Правильно я понимаю? Они говорят, да, рестайлинг. Я говорю, правильно я понимаю, что японцы 40 лет назад сделали автомобиль аналогичный Логану? Они говорят, ну типа того. Я говорю, что, назад в будущее зовете? Они говорят, типа того. Я говорю, до свидания, не хочу. Они говорят, ну и дурак. Я говорю, ну дурак, не дурак, посмотрим. Итак, я подумал, что из плоскости было бы хорошо выбираться в объем. Вот, например, я вас попробую убедить. Вот это старая навигационная система. Если я эту штуку разворачиваю в другую сторону, как делали злые шакалы, то богатырь уезжает в другую сторону, и у него проблемы. Поедешь налево, коня потеряешь. А сейчас мне какая-то Оксана говорит, вы пропустили поворот. Я говорю, о, круто, пропустил поворот. Разворачиваюсь, еду в поворот, вписываюсь в поворот. Я не знаю, как Оксана устроена, но она крутая, реально крутая. Мне дико нравится. Вот это мне больше всего нравится. Вот это проводной телефон, а вот это беспроводной телефон. Куда проложили провод, туда и позвонили. А вот это можно из огорода в Нью-Йорк звонить. И я подумал, блин, прикольная тема. Если посмотреть на провод, и если один звонок, ну скажем, аллегорию провести с автомобилем. Вот один автомобиль едет из Москвы в Ярославль. Вот я звоню из Москвы в Ярославль. Звонок, да? Я бы хотел беспроводно. Вот беспроводно, без провода, без дороги, да? Вот, если я вас спрошу, когда вы писали своей бабушке письмо аналоговым способом, вы же забыли, вы же все на кнопках. И я на кнопках. А уже даже не на кнопках, уже просто тупо тычешь в стекло, да? Она там работает, круто вообще, тема. Более того, у детей сейчас моторика интересная. Если я, например, ходил и звонил звонок своему соседу вот так, то ребенок сейчас звонит вот так, потому что у него этот палец гораздо больше разведен. Он просто фигачит на телефоне, как из пулемета, реально. Ну и что? Звонок-то невысоко. А, ну да, да. Ну хорошо, да. Вот. Ну, в общем, почта изменилась. А вот эта штука, это телефонные провода в Азии. Но из телефона мы ушли вот в беспроводной телефон, а из дорог вот тоже те же самые провода, вот от звоночки такие едут. И если эти провода перейти на 3D, то мы пока ничего не получили. Мы получили вон что. Вот 3D-транспорт с огромной инфраструктурой, с офигенно квалифицированными пилотами. А вот это взлет в Бодайпо. Мне больше всего нравится. Тема вообще офигенская совершенно. Какой там крутой пилот, а самое прикольное, какие там пассажиры? Давай, Серега, давай, жми, блин, давай. Взлетит или нет? Как вы думаете? Жми, Серега, блин, жми нафиг. У нас нету больше второго шанса. Давай, блин, на педаль. Еее, бэйби, давай. А Серега жмет такое, говорит, блин, все, блин, маму продам вообще. Капец. В общем, последний взлет называется. Да, так вот, я не хочу быть пассажиром в этом самолете, ну ни разу, вообще ни разу, да. А если еще он бухнет хорошенько, этот парень, и будет жать на тормоз одновременно со взлетом, то будет команда локомотив. Поэтому, ну, чтобы доехать, во-первых, до вот этого аэропорта, например, до Домодедово, мы все прекрасно знаем, что надо сделать. Просто полдня до Домодедово, полдня из Хитроу, да, и полдня лететь. В общем, зачет. И еще раздеваться придется пару раз. Ну, в общем, такая прикольная история. Мне это не нравится, это сложно и неэффективно, нифига. Вот что у нас на дорогах происходит в это время в плоскости. Значит, это американцы поехали на дачу, а это мы тут разворачиваемся на Ленинском проспекте. А вот что происходит за городом, значит. Ну, это, конечно, жескач, но я просто в интернет зашел и нашел жесткие картинки. То есть, как бы весело, но на самом деле нифига не смешно. Это шнур, да. Поэтому люди решают вопросы по-другому, да. И если, например, человек решил из сенокосилки, это газонокосилка на самом деле, да, вот это мотор от газонокосилки, если он сейчас перелетит через речку на этой штуке, я вот, блин, не хочу строить больше мост и не хочу строить тоннель в горе. Вот потому что это круто, ну, просто реально круто. Я не знаю, сколько это стоит, но это прикольно, понимаете. И вот, я не знаю, мне кажется, это уже начинает просто быть офигенно весело. Вот это тирофужия, которую сделали майтишники в Америке, а вот это палви, которую сделали голландцы, это персональный транспорт передвижения в пространстве. Поэтому мы решили заниматься вот такой штуковиной. Это на самом деле очень маленькая машинка. Вот, она 5 метров на 5 метров, она меньше, чем Мерседес, и у нее два мотора дизельных наверху. Значит, скорость рассчитана быть в скорости, дальность, как у обычного турбовинтового самолета, 500 км в час. Вертикальный взлет и посадка, что важно, чтобы не разгоняться, как в Бодайпо. Вот, доступность и комфорт. Мы очень хотим, чтобы эта вещь была доступна как автомобиль, и у нее был всеядный мотор, который жрет все вообще. Особенно дизель нам интересен, потому что дизеля есть везде. Вот такая примерно стоимость при массовом производстве мы посчитали. А вот почему мы верим в эту историю, потому что появился двигатель, уже сертифицированный в Германии по системе ЕАС, европейско-американской. И этот двигатель очень даже прикольный, потому что можно заправляться просто тупо на заправке. Вот. В чем интерес этого самолетика? Это Як-52, испытывают наши ребята, это русские сделали, в Германии. Шеф-пилот Мига. Самый прикольный, когда он сядет. Это первый полет этого самолета, все там вот так вот стоят. Вот. Но это было давно. Это было два с половиной назад. Сейчас вот он приземлится. А это все наши пацаны здесь стоят на аэродроме, и все его очень ждут. Вот. Так что эти ребята наши партнеры, мы с ними очень плотно работаем. И что это такое? Это вертикальный взлет-посадка, 500 км в час, 7-600 это выше Эльбруса, 2000 км в дальность, на всякий случай, 5 человек и 300 кг груза. То есть как автомобиль. Но самое прикольное, что он персональный. А вот это вот будущие пилоты, которые залипают сейчас перед телеком, и они не пошли в школу и пропускают школу. Вы скажете, это, наверное, плохо. А я скажу, блин, он будет получать в 10 раз больше, чем его папа-столевар. Или водитель троллейбуса. Потому что вот эти парни из Техаса управляют беспилотниками в Афганистане. И если беспилотник сбили, game over. Пошел покушал с мамой. Сестричку сводил в садик. А есть еще такая фишка. Вот это вот симулятор Апач. Вертолет Апач. И вот эти пацаны осваивают его раз в 20 быстрее, чем мужики нормальные, взрослые. Поэтому будущие пилоты не обязательно совсем взрослые. Вот, например, название игры в интернете. А вот это вот как можно летать. Они же летают. Как они это делают? Я не понимаю. Вот эти ребята тренируются перед полетом через Средиземное море. Это дрозды. 500 тысяч дроздов одновременно летают. Как, блин, где пьяные камазисты? Вообще, это так круто. Когда стоишь, в НИЦе вот такие штуки бывают иногда. Они тренируются перед полетом, накачивают крылья. Пятый элемент на самом деле. И если вот такую кучу беспилотников запустить, что интересно будет. Мы сейчас с MIT запускаем эту программу по вот такому управлению. А вот это то, что MIT уже делает у себя. Это пока детские такие интересные штуки. Но тем не менее, сейчас посмотрите. Каждый по своим делам. Сейчас погромче чуть-чуть сделаю, это прикольная песня. Если малыши делают эти вещи, в принципе, взрослые тоже могут такие вещи делать. Поэтому сейчас у них целый отдел, большой аэрокосмический отдел работает вот над такими системами управления. Это хрен с ним. Так, это фиг с ним. Это мы с президентом разговаривали. Фишка какая была интересная. К нам пришел Медведев. Мы за два дня узнали, что к нам придет Медведев по этому поводу. И у меня был вопрос, чего у царя просить? То есть приходит царь, у тебя есть сушки, чай. Ты рассказываешь, вот у меня есть сушки, вот есть чай. Царь говорит, эх, Емеля, проси, чего хочешь с моего плеча, предположим. Ну и вот, что Емеля попросит. Если я вас спрошу, например, завтра приходит к вам Путин. Что вы попросите? Ну, предположим, у него есть там власть, у него есть там еще что-то. Что можно попросить у царя? Куда депротивный? На самом деле, смотрите, какая штука. Я так понял, что там денег не допросишься, потому что у него денег тогда и не было, собственно говоря. Был другой человек, у кого деньги были. А у этого можно попросить закон. Закон. И закон мы попросили, закон о уведомительной системе полетов. И 10 ноября 2010 года был принят этот закон об уведомительной системе полетов в России. Теперь мы можем летать. Это круто. Поэтому моя цель, вот как транспортника, это anytime, anywhere, anyone. Вот это круто. Вот это следующий уровень свободы, да, как вот с мобильным телефоном. Вот вы можете, например, в поле стоя, пока есть электричество, куда-нибудь позвонить. Возможно, да. Вот эта штука тоже прикольная. Мне очень нравится вот этот товарищ, потому что он, во-первых, он симпатичный, во-вторых, он хищник, в-третьих, он гуляет по пляжу, в-третьих, он ныряет за рыбкой. Вот просто все умеет делать и живет на свалке, что прикольно. Я тоже хочу, чтобы мои аппараты заправлялись на мусорке, как назад в будущее. А сейчас мы пока летаем из Красноярска в Москву, а потом в Хабаровск. Потому что из Красноярска в Хабаровск самолеты больше не летают. Поэтому, ребята, сделайте крючочек в 6000 километров. Ничего, бешеные собаки, стоверстный крюк. Вот поэтому я считаю, что вот это очень крутая тема. Вот так это выглядит примерно. Это вид спереди, это вид сзади. А вот это есть еще вот такая штучка. Вот эта штучка вообще офигенная. Если учесть, что там никого нету, над вами висит 2,5 тонны чего-то, и вы об этом не знаете, и умножить на 50 тысяч, эй, у вас ракет не хватит, потому что стоимость такой штуки автомобильная. Сколько у нас автомобильный на улице стоит? Очень интересная вещь. Итак, я думаю, что вот какой мой такой персональный, такой субъективный ответ на вопрос про инновации. И очень важно понимать, кто будет твоим покупателем. Поэтому сейчас потише там чуть-чуть сделайте, если можно там. Все, хватит. Продолжение следует... Сейчас будут и космические корабли, и персональные средства транспорта. Надо готовить детишек к этому. Поэтому мы строим свой маленький мир такой, мы считаем, что это правильно, и двигаемся дальше. Ну и, собственно говоря, цель вот такая. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, давайте задавайте. Абсолютно открыто, потому что мы все как бы из одной тусовки. Нет, нет, мы создали команду. Астророса просто, скажем так, интегратор. Все правильно, да-да-да. У нас есть авиастроители, у нас есть люди, которые будут это все пиарить. У нас обязательно уже есть. За два года мы нашли инвесторов, до 50 миллионов долларов у нас уже денег есть, а дальше двинемся со стратегическими. Если все пойдет хорошо, лет через 10. Я думаю, да, я успею, я хочу успеть. Но надо всегда себя спросить, два метра от земли ты, если отлетишь, тебе будет страшно или нет? Это важно. Я думаю, да. Дело привычки. Дело привычки, правильно. Конечно, да-да-да. Нереально, да. А еще более того… Да, а потом смотрите, какая еще история очень интересная. Поначалу, когда они въезжали вот в эти городки американские, вот эти машины, они же все время соревновались, кто быстрее. Тогда эти были гонки, все такое. Так вот эти городки, они были так измучены этими гонялками, что они ночью натягивали струну на уровне головы. А тогда кабриолеты же были, блин, все, а я хусь, нету. Да, то есть как бы… Ну, были против. Или, например, одно из первых правил дорожного движения. Если вы увидели гужевую повозку, остановитесь, зачехлите свой автомобиль, подождите, чтобы не испугалась, лошадь проедет, а потом продолжайте движение. Где теперь лошади? 10 лет прошло, буквально 10 лет от начала автомобильной эры до, скажем так, 20-х годов, когда уже пошли массовое производство автомобилей от Форда. Все. Сейчас только журнал «Я и конь» можно найти где-нибудь у Рамзана Кадырова, где-нибудь там. А на самом деле автомобильных журналов вон сколько. Но сейчас уже потихонечку мы не одни с этой историей, совсем не одни. То есть и голландцы работают, и американцы работают. Кто-то будет первым. Например, компания «Пежо» всю жизнь выпускала мельницы для перца. И вы знаете прекрасно, что если мельницу для перца взять, поднять и посмотреть на железный вот этот механизм, который перетирает, там написано «Пежо» и там такой лев стоит. Да, они до сих пор делают лучшие мельницы для перца. Ну да, куча автомобилей делают. Вот они и остались в автомобильной промышленности. Если мы когда-то начнем делать такие штуки, не спрашивайте меня, что я делал раньше, какие я мельницы делал раньше. То есть я просто хочу сейчас этой штукой заниматься. Это прикольно. Да, да, да. Я вот, смотрите, какая штука. Я просто подумал о простых вещах. Например, тот же Черафуджи американский, у него складываются крылья, он заезжает в гараж. Это его главная фишка. Когда он выезжает из гаража, раскрывает крылья, но по дороге с раскрытыми крыльями ты не поедешь разгоняться, чтобы взлетать в встречный грузовик и до свидания. Поэтому я подумал, что надо с места просто взлетать. Главная задача – вертикальный взлет и дешево. У нас 9 литров на 100 километров дизеля. Это как гольф. Ну, блин, не знаю. Давайте надо построить сначала, а потом говорить. Вы правильно говорите? Какой тайм-тейбл? Надо построить сначала. Я вам рассказал принцип и идею. Это нет, это компьютерная графика. Да, но мы работаем же. Мы же машины делали в свое время. Поэтому можно сделать виртуально, можно сделать вообще крутую игру. Но я сейчас хочу как раз построить прототип, чтобы он взлетел, принципиально взлетел. Тогда будет разговор уже совсем другой. И у нас появятся стратегические инвесторы к разговору о том, сколько нужно денег. 500 миллионов долларов для построения завода. 500 миллионов долларов – это половина Лефортовского тоннеля в Москве. На всякий случай. Или, например, 6 километров Москва-Санкт-Петербург трассы. Вот 500 миллионов долларов. А я про государство и не спрашиваю. Я Путину только что это представил. Неделю назад он сказал, мы пока летать не готовы. Сказал Путин. А Меркель знаете, что делала? Меркель. Она сказала, вырос вот так, как из-под земли министр промышленности Германии и сказала, что вы тут сказали? Летать круто. Через 12 минут, когда они ушли, министр промышленности Германии вернулся с двумя парнями в сером и стали очень подробно записывать, что это такое. А через 6 минут появился министр промышленности России. Сказал, а что это у тебя тут министр германский делает? Я говорю, а что вы не спрашивали раньше? Потому что их интересует, что здесь делает министр Германии, а не что мы предлагаем. Поэтому я не удивлюсь, если Китай полетит первым. И я не буду против. Потому что если мы сейчас будем говорить про патриотизм, почему не в России делаешь? По-любому мы же на Ауди ездим. И это не мы сделали. Поэтому у нас просто нету дорог. Поэтому это прикольная тема по-любому, кто бы не выпускал. И мне не важно, где будет это делаться. Поэтому мне неинтересно знать, какого происхождения авиаконструктор. Он может быть израильтянином или эфиопом. Пофигу. Поэтому международная кооперация, да. Еще давайте. Чао. Невозможно. Невозможно. Значит, смотри, это другие материалы и другие физические процессы. Поэтому я думаю, что до Volkswagen Golf не дойдет. Я думаю, что мы… Понимаешь, какая штука? Давай так, по-честному. Первый мобильный телефон был таким большим черным ящиком за 5000 долларов. Сейчас тебе в любой Евросети дадут Samsung какой-нибудь. Ты 150 рублей за него заплатишь, тебе положат на счет, и ты будешь счастлив с аппаратом ходить, тебе подарили. Я думаю, примерно так же будет с этой штукой развиваться. Скорее всего, мы считали, что при производстве 5000 аппаратов в год, это больше, чем все мировое производство самолетов. 5000 аппаратов в год, если это делать по системе ThyssenKrupp, они умеют конвейеры собирать крутые, то это получится 150-200 тысяч долларов за штуку. Это уже сильно круче, чем вертолет. Вертолет такой же грузоподъемности стоит сейчас от 4 миллионов и выше. Поэтому это очень прикольная история, особенно для войны. Я не знаю. Давайте так скажем. В Америке, на Аляске, все давно уже летают, никто не ездит, потому что там дорог нет. Поэтому мне не очень важно, где будет покупать. Если будет производиться, кто-то будет летать. Я думаю, кто-то у нас купит, в Сибири, например, купят. Потом МЧС, мигалки и все остальные. Пожалуйста. Первый телефон мобильный, помните? В карман тоже не положишь вообще ни разу. Согласен? Я верю в то. Я верю в том, что, смотрите, есть крыло, есть какие-то физические принципы, которые я понимаю сейчас. И, например, авиаконструктор понимает. Есть два двигательных двигателя по 550 лошадиных сил, до 1100 лошадиных сил, чтобы поднять эту хрень в воздух и летать с ней. Это можно. Второй момент такой, что первые железяки будут, наверное, страшные, черные за 5000 долларов и красный пиджак к ним прилагается. Да, то есть с золотыми пуговицами. Но если эта штука пойдет, то это будет развиваться очень круто. Поэтому первые автомобили были тоже корявые. Посмотрите на Ford T жестянку Лизи. А сейчас что происходит? Не обязательно в мегаполисах. Не все живут в мегаполисах. Вообще не все. Австралия не живет в мегаполисах, например. Южная Америка не живет в мегаполисах. И так далее. В мегаполисах деньги, я согласен. Но в мегаполисах деньги тех людей, которые работают на земле, например, тот же Суэк, или, например, там Газпром, или еще что-то, им эти штуки нужны, в принципе. Потому что они просто не могут добраться до своих говновышек. Поэтому ситуация какая, что я не смогу сразу всех обеспечить, это, блин, миллиарды, понимаешь, людей. А людей становится все больше. Если Китай взлетит, все. А Китай взлетит, потому что они просто не могут покрыть дорогами весь Китай. У них просто слишком много людей. Это очень круто. Сейчас я тебе расскажу. 20 лет назад в Корее была принята программа, что Корея делает упор на три направления. Автомобили, электроника и суда. Сейчас ты видишь, сколько корейских машин вокруг, да? И уже ты выбираешь между Hyundai и BMW. А ты бы мог подумать об этом 20 лет назад? Да нет, ты что, нет. Мерседес, у него 100-летняя история. Что такое Hyundai? А я тебе то же самое, я тебе по аналогии. Мы с тобой встречались 10 лет назад. Еще десяточку дай, и все будет нормально. Потому что на самом деле Китай уже вообще везде, и у них 800 автомобильных заводов. У нас ни одного в России. А, например, в мире, ну там 10 автомобильных фирм таких известных, а у них 800 брендов. Брендов 800. Из них, если отсеется, например, 40, то это все равно в 4 раза больше, чем во всем мире. Это капец, понимаешь? Да. 800 автомобильных брендов. Бум-бум. Они просто берут, сканируют RAV4, и через месяц у тебя RAV4 готовый. Понятно, что он не такого качества, но подожди, дай им развиться немножко. Они очень быстро учатся. Вот. Это очень большой рынок, очень большой рынок. Поэтому, да, это, ну, как бы, ну смотри, сейчас Корея, возьми Samsung, да, он же, ну, Nokia, где Nokia и где Samsung? Потому что Nokia была 10 лет назад. Эй, вау. Вот. Поэтому все меняется очень быстро. И вот я, например, достаточно амбициозен вот в этом проекте, да, потому что я говорю, ну, сейчас, например, это Toyota крутая. Кто знает, может, AstroRosa будет крутая через 10 лет. Такой вопрос. Я вам спрашиваю, как у нас международного, как автомобили строить, и какие-нибудь были блокнотические, и сколько у них, в принципе, участки живущих, да? Вот, взять Mercedes 3-го года, да, они едят до сих пор. И сколько представят, что у мобильной машины столько активов. И нормальное объяснение, да, то есть, стали собрать и сжать качество машины, чтобы их повредяли. Вот, видите, какой-то предел, да, зажигалка одноразовая. Да, напечатал, поехал, оставил и рейсайклил. От рейсайклил. Понимаешь, ты вот просто доехал до места, рейсайклинг. Ну, это прикольно, я не про транспорт, да, например. Но я пока иду, знаешь, путем, который я понимаю. Я, наверное, уже стар, да, для этих вещей. Пацаны, например, пацаны хотели бы на фотонных двигателях летать, ну, дайте фотонный двигатель, полетим на них. Я думаю, что надо сначала сделать какое-то движение, да, а потом телефон станет меньше. Я очень хочу с телефонами сравнить. Очень полезная вещь. Все захотели. За 15 лет мы изменили, вообще, вот у всех у нас есть по телефончику, а то и по два. Вот. У детей уже у всех по телефончику. Вот. И, ну, я недавно, вот, как говорится, был в Китае, там такая прикольная история. В деревне крестьянин идет пахать, ну, как пахать, рис там свой обрабатывать. Вот у него вол, огромный вол такой, да, за волом такая, значит, ну, как саха, что ли, я не знаю, да, плуг такой. Вот. Он идет, значит, у него так вот подвернуты штаны сюда, потому что там вода в этом рисовом поле, да. И вот здесь у него такая, как бы, штучка, и здесь мобильный телефон висит, да. Ну, потому что удобно, блин. Вот мне не нужен плуг, например, да, там, мото-плуг или трактор, не нужен, мне нужен вол, он крутой, он прям, ну, блин, крутой вол. Да. А вот телефон вещь, как бы, надо адаптировать те технологии, которые нам реально нужны. Может быть, эта вещь не прокатит. Может быть, люди будут ездить на машинах, но я очень сильно сомневаюсь. У меня сейчас есть офигенный Порш, я стою на нем, как тупой дурак в пробке на Тверской. Ум-ум! У меня 500 лошадиных сил за спиной. Да. Вот и все. Я просто хотел в детстве иметь такую машину, и что? Да, как бы, и вот девочка сидит 19-летняя в офигенном Феррари напротив, да, и тоже так же стоит тупо на Тверской. Поэтому эта штука очень интересная. А если вам продали внедорожник, не верьте. Съедете вне дороги и попробуйте, как он ездит. Вот реально до первой кочки хрясь всего утонул. Вот поэтому мне кажется, будущее есть какое-то. Не знаю. Ну, в общем, прикольно. Ага, давай. А ты знаешь, прикольно, потому что мне не прикольно делать автомобиль для президента, например. Вот сейчас, например, идет. Амбиции, наверное, нет, потому что я там добился всего, мне там нормально. То есть, с точки зрения самореализации все в порядке. Мне кажется… Да, в 35. Да, 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 в 35 где-то закончился. А сейчас, знаешь, как-то мне кажется, мы можем очень сильно сдвинуть нашу страну, да, и мир тоже можно сдвинуть на самом деле. Я бы не сказал. Нет, нет. Сдвижка какая-то, потому что во всем мире проблема одна и та же на самом деле. Да, у нас у всех сейчас есть кризис какой-то, да, мы не знаем, что будет дальше. И это видно, вот реально видно. Да, америкосы тоже так же страдают, потому что у них тоже они до чего-то добились, а дальше не идет. И вот какой-то перелом сейчас должен быть. Если ты стоишь у, скажем так, у истоков этого перелома, это пипец как прикольно, я не знаю, как это объяснить. Это вот такой движок в жопе, да, который вот просто реально эх, вон что. И как результат этого движка, да, мы сейчас строим как раз вот в начале лекции, да, мы строим сейчас технологический спецназ на базе МИСИСа, это лаборатория прототипирования любой сложности. Когда у тебя есть волшебный инструмент, ты можешь сделать все, что хочешь. Палочка, волшебная палочка на самом деле, да. Если мы такую штуку сейчас построим, вот MIT-шники все говорят, блин, круто, давай, 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 да, то есть потому что у них такая штука есть, а у нас такой штуки нет. А я хочу такую штуку иметь, если она такая будет, и пацаны там будут маленькие крутиться, вот такие вот малыши из смешариков, это будет очень круто, потому что я смогу дать не только банкирское образование или там проститутское образование, да, но я смогу дать ребятам потребность в самореализации, вот именно как инженеров, как креативщиков, каких-то вот таких вот офигевших вот таких вот пацанов. Это будет спецназ, их будет мало, вот, они будут по всему миру, потому что на самом деле мы сейчас разговариваем с японцами о практике в Японии. Эгегей, как круто, пацан там 22 года едет, например, на практику на Panasonic и роботов делать, вообще зачет. Вот, поэтому это интересно, просто интересно жить и все, вот, наверное, это мотивация, если честно. Ага. А вы там жили? Не путайте туризм с миграцией, вот ни разу. Я 20 лет там отторабанил, да, я все знаю, понимаете, какая штука, я там все знаю, я знаю языки, у меня несколько паспортов, и хер бы с ним, да, только ситуация какая, что надо понимать, вот мне, например, вот совсем без шуток, мне родина дала здоровье, она меня лечила бесплатно, она меня учила бесплатно, я по пионерским лагерям гонял, я был пионером, комсомольцем, почти стал коммунистом, да и хер бы с ним, да, то есть как бы, но я должен своей стране, реально, да, я должен ей, потому что, например, мой отец, он строил танки, да, например, он инженер, ему давали возможности, он строил ворский автозавод, который потом разграбили и продали все, да, вот, мой дед, например, строил ткацкие машины и делал шинели во время войны, да, его не пустили на фронт, он хотел добровольцам пойти, его не пустили, сказали, будешь делать машины швейные, вот, они инженеры, я тоже инженер, да, поэтому на самом деле, мне здесь прикольно, здесь весело, здесь мой язык, здесь моя культура, здесь мне интересно жить, да, нету горячей воды, да, дождь льет постоянно, да, блин, машины подскальзываются, врезаются в столбы, но, это моя страна, и прямо реально, без шуток, мне это прикольно, без пафоса, вот, как, я там уже отжил, я там все видел, не хочу, да, в 7 часов вечера закрываются все двери, выключаются все окна, блин, и до свидания, блин, до 6 утра, в 6 утра можно булку купить, запрограммированное будущее, вот, а здесь, wild place, здесь муха не сидела, здесь реально круто, можно, что хочешь делать, блин, просто реально, и вот сейчас мы, например, на уровне министров разговариваем, как с равными, да, потому что они говорят, что надо, я говорю, денег не надо, этого не надо, просто нужно, чтобы, ну, как бы здоровые отношения были, не мешайте, как говорится, уходи, да, так и есть, да, надо просто, ну, как бы, жить этим нормально, прикольно, а какая большая ответственность, что, у меня нет ответственности, нормально, делаю себе, примус подчиняю, правда, ну, что, ну, полетит хорошо, да, тогда придет люди с большой ответственностью, и будут, это дело под колпак брать, менты, скорее всего, да, вот, но, и что, нормально, да, пускай работает эта штука, я думаю, что ответственности здесь особо нету, у меня, наверное, ответственность перед людьми, которых я вовлекаю во всю эту историю, вот это вот ответственность, согласен, но, с другой стороны, я по-честному объясняю, что вот такая вот ситуация, она прозрачная, я никого не обманываю, не хотите, идите в Швейцарию, делайте часы, тоже вариант, вот, как бы, я стараюсь быть честными с народом, да, то есть, как могу, не всегда получается, ну, ничего, мы же живем все, живой организм, да, так и есть, так и есть, да, поэтому, если завтра меня не будет, по какой-то причине, это или нефтяники, или дорожники, или авиаторы, да, да, это нормально, ну, не знаю, я не видел, может и есть, хотелось бы верить, вот, я думаю, что есть что-то, что-то есть, да, потому что, например, ну, те же ученые, там, они же часто делают какие-то вещи, потом их задвигают, человек пропадает, там, или уезжает в Штаты, или еще такое, ну, то есть, но все равно, я уверен в то, что государство должны большие программы поднимать, это не частная штука, вон Прохоров с ее мобилем, где он, это государственные проекты, когда государство покупает Волжский автозавод за 2 миллиарда золотых рублей, вот, и ставит целый город Тольятти, откуда я, собственно, родом, да я же все это видел, это пипец, это с нуля вообще, в степи подняли город на миллион человек, эгэгэй, вот это проект, а сейчас там, э-э-э, ее мобиль, блин, и где ты там с ее мобилем, своим, в недальнем Востоке сидишь с девочками голыми, вот, поэтому ситуация другого уровня решения, Королев, и химзавод. Поэтому, я не знаю, я все-таки верю, что у нас есть шанс, и я почему-то хочу его увидеть. Результат этого. Я не хочу больше на запад, что самое главное. Я никого не агитирую, но мне кажется, счастья там не больше, чем здесь. Здесь прикольнее, свободы больше реально. Реально больше свободы, чем там. Просто вы попадаете в клещи крутых пацанов, которые уже 100 лет всех наебывают. Вот и все. Вы попадаете, и вы становитесь винтиком в большой корпорации. У меня была интересная штука. В Японии, в городе Тойота-Сити 1 миллион человек. Ни одного кинотеатра. Ну и 1 миллион ресторанов. Они все бухают после работы. Реально, японцы бухают, как подорванные. Самое интересное, там было на входе в научно-технический центр. Огромный научно-технический центр. И там такая карта мира, вырезанная из фанеры. Огромная такая. И вот в эту фанеру, значит, в, скажем так, вкрученные, а не, нифига не фанера, извиняюсь. Это был металлический такой огромный лист. И через каждые там 3 сантиметра была дырочка, и в эту дырочку был вкручен болт. Вот где болты вкручены, там земля. А где болты не вкручены, там вода. Типа того что-то. И вот из болтов была сделана карта мира такая. Ну, там, например, там 20 тысяч болтов. И на каждом болту роспись человека. Я так посмотрел, я говорю, это кто придумал такую штуку? Ну как, это у нас круто. Вон моя роспись. Видишь, в Африке, вот там где-то там в районе Конго, там есть болт с моей фамилией. Я говорю, блин, ты понимаешь, что ты болт в системе? Ты в машине просто реально закручен. Он говорит, я очень горжусь этим. Японец говорит, да? Вот это менталитет. А потом мы пришли на пятый этаж, где у них станки стоят. И наши модельщики взяли кофе и говорят, а можно на балкон выйти? Те говорят, нет, у нас балконы забиты. Закручены. Не надо выходить на балкон. Пятый этаж. Я говорю, что нормально, блин, весна, солнце, нормально. Давайте выпьем кофе, покурим, все нормально. Они говорят, у нас окна все закручены и балконы все закручены, чтобы никто не прыгал. Эй, я не хочу там жить, ну его нафиг. Понимаете? Это очень важная штука, это культурная разница. Вот, поэтому, не знаю, я, в общем, вот за такие штуковины. Это, на мой взгляд, это инновационный подход. Хотя все там известно, там мотор, там крылья, там ничего нового нет. Но принцип передвижения другой. И если я смогу вас дезинтегрировать, а потом интегрировать на Марсе, это тоже будет инновацией. Но до этого надо дожить еще. Спасибо большое. Спасибо.